Всем привет! Меня зовут Андрей. Сегодня я расскажу вам, как научиться делать Сукухару с высоты. Для того, чтобы научиться делать Сукухару с высоты, вам нужно научиться делать два составляющих элемента. Первый подготовительный элемент – это сальто назад со стойки на руках. О том, как научиться делать сальто назад со стойки на руках, я подробно рассказываю в этом видеоролике. И вторая составляющая этого элемента – это заход через рандат в положение стойки на руках. Поскольку вы делаете этот элемент с высоты, вам необходимо примериться к краю. Для того, чтобы четко рассчитать длину рандата, наметьте себе линию на ровной плоскости и поотрабатывайте заход. При выполнении этого элемента фиксируйте себя четко в положении стойки на руках. В положении стойки на руках имитируйте подбив носками и прокручивайте в голове, представляя себе толчок руками. Для того, чтобы в момент выполнения Сукухара у вас были все составляющие элементы прокручены в голове. После того, как вы научились делать хорошо сальто с положения стойки на руках, после того, как вы научились рассчитывать ваш заход, понапрыгивайте пару раз ваш заход уже не на плоскости, а возле края, возле которого вы будете делать, и совмещайте эти два подбивших элементов в Сукухару.